МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Маргарита Борисенко. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Независимое телевидение Севастополя подводит итоги акции Добрых дел. Волонтеры подвели итоги за 2021 год и получили подарки от правительства Севастополя. Награды вручили всем добровольческим организациям города. Фестиваль рукоделия и творческих хобби Handmade Fest проходит в Севастополе. Мастера прикладного искусства представили свои работы в библиотеке номер 5. В культурно-выставочном центре музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя в кинотеатре «Украина» открылись две экспозиции. Жителям осажденного Севастополя выплатили по 50 тысяч рублей. Ветераны уже получили денежные средства на банковские карты. А тем, кто оформил выплаты через почтовые отделения, доставят их на дом в ближайшее время. Об этом сообщила начальник управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Жанна Финогенова. Была поставлена задача оперативно произвести выплаты ветеранам до конца текущего года. Уже 23 декабря мы перевели выплаты в кредитные организации на расчетные счета. На карты получили выплаты 876 ветеранов. Через почтовые отделения выплату получат еще 180 человек. Денежные средства доставят уважаемым ветеранам на дом почтальоны. Выплаты были произведены без подачи каких-либо документов. По словам Жанны Финогеновой, всего выплаты получат 1056 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей осажденного Севастополя и награжденных медалью за оборону Севастополя, в том числе проживающих в других субъектах Российской Федерации. Напомним, в ходе визита в Севастополь 4 ноября 2021 года президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Михаила Развожаева о единовременной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и награжденном медалью за оборону Севастополя в связи с 80-летием начала обороны города. Для осуществления единовременной выплаты бюджету города Севастополя были представлены средства из федерального бюджета в размере свыше 58 млн. рублей. В Севастополе начнет работать программа «Земский доктор», что даст возможность обеспечить медицинскими кадрами наши села. Врачам и фельдшерам, переехавшим для работы в Севастополь, выплатят дополнительную компенсацию. Размер выплат составит 1 млн. рублей для врачей и 500 тыс. для среднего медицинского персонала. Об этом сообщил глава Севздрава Виталий Денисов в рамках внеочередного заседания правительства города, которое состоялось 25 декабря. Выплата носит единовременный характер и планируется, что человек должен будет отработать не менее 5 лет на этой должности. В бюджете города заложено на 22-й год и ежегодно по 3,5 млн. рублей. Из них федеральные средства 3 млн. 325 млн. и 175 млн. бюджет города. До 2024 года по данной программе в Севастополь намерены привлечь 6 врачей и 9 сотрудников среднего медицинского персонала. Планируется, что будем трудоустраивать в 4-ю больницу, в 9-ю больницу, где находятся фельдшерские и кушерские пункты и врачебные амбулатории. Это программа «Земский доктор» для сельских населенных пунктов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что в 9-й городской больнице скоро возникнет потребность в новых кадрах в связи со строительством поликлиники и поинтересовался, насколько эффективно городу удается привлекать специалистов сферы здравоохранения на текущий момент. А в этом году сколько, получается, у нас приехало? У нас «Земский доктор» еще не работал, только сейчас вот заводим проект, а вообще вот по миллиону нашему 7 человек приехало, в целом 27 за все годы. На закупку льготных лекарств в Севастополе выделили дополнительно 15 миллионов рублей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства города. Проект постановления правительства Севастополя подготовлен в связи с необходимостью приведения территориальной программы госгарантии на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в соответствии с вводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя. Прием средств в размере 15 миллионов добавлен на мероприятие 1.3 лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан государственной программы города Севастополя, развитие здравоохранения в городе Севастополе. Постановление было поддержано губернатором Севастополя. Уже 45 заявок подали севастопольцы за неделю для вступления в наблюдательный совет по строительству яхтенной марины в Балаклаве. Такую цифру озвучила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. Она отметила, что прием заявок продолжается до 30 декабря. В следующем году будут подведены итоги по самим анкетам, будут они проанализированы и сформирован наблюдательный совет. Мы рассмотрим все анкеты и постараемся сделать максимальный баланс интересов внутри наблюдательного совета. Возглавит его, безусловно, наш губернатор. И уверена, что таким образом НАПСовет покажет не меньшую продуктивность, чем НАПСовет по Большой морской. Подать заявку для вступления в наблюдательный совет нужно на электронную почту Балаклава-собака-сев.гав.ру Более 600 мероприятий, 30 тысяч новых добровольцев и стремление творить добро дальше. Молодежь Севастополя делится итогами года. Особенно активных добровольцев наградили благодарственными письмами и вручили подарки. За 2021 год молодежь Севастополя сделала много добрых дел. Было проведено 656 мероприятий. Ребята помогли развивать предпринимательство и самоуправление, социальную сферу Севастополя. Появились новые волонтерские организации, а добровольчество сделало большой шаг вперед. Сегодня молодежь города подводит итоги. Молодежь, ей вообще свойственен позитив, активность, задор. И в целом могу сказать, что, конечно, в этом году, даже с учетом тех ограничений, которые присутствовали, нам удалось достаточно большое количество различных мероприятий, проектов, программ совместных. Я думаю, что это еще не предел. В 2021 году добровольцев стало больше на 30 тысяч человек. Молодые люди активно показали себя в помощи городу во время праздников, в пунктах вакцинации и не только. К примеру, волонтерами за этот год было собрано 42 миллиона рублей в качестве дополнительного финансирования социальных инициатив. В планах на следующий год – реализация новых проектов, создателями которых станут юноши и девушки. В целом, конечно, мы видим, что молодежь у нас готова подхватывать любые инициативы. И очень бы хотелось, собственно, мы их напутствовали на то, что в следующем году мы также, правительство города, настроено слышать молодежь и вместе с молодежью работать, двигаться. Итоговое мероприятие прошло в Севастопольском государственном университете, который по праву считается главной точкой средоточения молодежной деятельности. Придя сюда, многие волонтеры даже не подозревали, что получат награды за свои проекты. Мне написали вчера с предложением просто прийти на итоговое мероприятие года молодежи Севастополя. Было неожиданно, но сегодня после экзамена я собралась, приехала и тут меня награждают. Было очень приятно, такой предновогодний подарок получился. У волонтеров остались хорошие воспоминания о добровольческой деятельности в выходящем году. Несмотря на пандемию, он был ярким и насыщенным на события, в которых помощь молодых людей была очень востребована. Ребята надеются, что в следующем году работы для них будет еще больше. Я думаю, что следующий год будет не менее насыщенным, не менее интересным. Мне кажется, что вот эти 656 мероприятий вырастут вдвое, и наши добровольцы покажут всю силу добровольчества Севастополя. Волонтерам вручили именные таблички с благодарностью, а также блокноты и термокружки с символикой молодежи Севастополя. Во вручении участвовали все добровольческие организации города. Мария Олегина, Юрий Риутин, Севанформбюро. Независимое телевидение Севастополя подводит итоги акции «Добрых дел». Принять участие в ней мог каждый желающий. Накануне 25-летнего юбилея НТС мы решили вместе с телезрителями сделать подарки любимому Севастополю – добрые поступки для города и горожан. Неважно, насколько масштабные, главное – от чистого сердца. Наши телезрители присоединились к акции лично или вместе с хорошими знакомыми, коллегами и членами семей. Все они получили ценные призы от наших друзей – севастопольских и крымских производителей. Уборка общественной территории, двора, помощь братьям нашим меньшим. Доброта начинается с малого. Можно сделать так много – помочь пожилым, накормить бездомных животных или убрать. Начиная марафон хороших поступков в честь 25-летия НТС. Севастопольская семья отправилась в питомник для птиц. Ребята привезли корм для пернатых. НТС, с днём рождения! НТС, с днём рождения! Давай, собираем. Сюда, пилочка. Красавчик. Дёргай, с днём рождения. Для начала мы вам получили набор органического масла для заправки салата. Спасибо. Это не только вкусно, но и красно полезно. Какие-нибудь настроения внутри, как вы делаете. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, тебе, тебе. Вот ты, куча. Ты такой. Кто на детскую площадку, а кто на работу? Каждое утро маленького Ивана вот уже несколько лет начинается в труде. Юный севастополец, едва услышав шелест метлы под окнами квартиры, спешит на помощь местным дворникам. Труженик принял участие в акции «Добрых дел», за что получил заслуженное вознаграждение. Спасибо, НТС. Это пуча. Покажи подарок. Татьяна Бахтина отправилась убирать любимый город с помощниками, своими детьми, двое из которых поддерживали маму морально, лежа в коляске. Татьяна давно выходит на субботники и приучает к важному делу своего сына и дочек. Думаю, не тяжело подойти, просто поднять и донести до мусорки. Просто есть люди, которые это бросают, но я считаю, это невоспитанные люди. Это от семьи должно идти. Должен каждый помогать друг другу. Будем следить за чистотой и помогать друг другу. Будут все добрее. В костюмах героев мультфильмов и сказок ребята из арт-студии «Удиви» посетили детскую городскую больницу номер 5. С собой захватили подарки и заряд хорошего настроения. Они уверены, добро и позитив не только поднимают настроение, а становятся лекарством для малышей. В конце ноября Севастополь потрясла история про расстрелянных собак. Жительница Любимовки Ольга Ефремова нашла убитых животных в поле, а после выхаживала оставшегося в живых щенка. Мы спасли одного щенка, у него прекрасный дом. И вот своим примером мы очень хотим показать то, что животным нужно помогать. Им это очень важно, потому что у них другой защиты, кроме нас, нет. Центральная городская библиотека имени Льва Николаевича Толстого совместно со службой спасения животных провела серию благотворительных мастер-классов «Дай лапу друг». За символическую плату, которая перечислялась на счет службы, можно было научиться различным техникам рисования и попробовать себя в рукоделии. Спасибо вам большое за участие. Вот такие подарочки. Во-первых, это елочка такая небольшая, которую можно поставить где-нибудь на монастырском, чтобы и собаки, и те, кто за ними ухаживали, тоже прониклись в такие новогодние дыры. И, может быть, самым активным волонтером вот такой маленький пресс еще. Это масло из виноградной косточки от наших друзей и партнеров. Очень вкусно и полезно. Сотрудники Центральной городской библиотеки лично решили помочь бездомным животным. Они приобрели несколько килограммов корма для братьев наших меньших. Первый такой подарочек под елочку – это от сотрудников библиотеки. Это карман. И в течение всего месяца люди могут участвовать в наших творческих марафонах и также просто зайти в библиотеку, оставить что-то необходимое для благотворительного марафона под нашей доброй елочкой. И мы решили рассказать нашим читателям, что когда они делают добрые дела, они могут еще поучаствовать в параллельной вашей акции и получить еще подарки. И, конечно, мы не думали, что подарки будут и для нас. Ну что, вот такие подарки получаем вам, держите. Спасибо большое. Елочка и масло. Прекрасно, что вы рады. Спасибо. Всем коллективам. Спасибо большое. Класс. Да? Да. Неравнодушные севастопольцы регулярно помогают братьям нашим меньшим. Вот они мои подшефные коты. Татьяна с единомышленницей Светланой кормят кошек на улицах города. Обычный житель Севастополя, Светлана, скромный человек, подкармливает кошек. Прекрасное, доброе дело. В холодную пору животным особенно нужна помощь человека. Об этом хорошо знает семья Тарасовых. Покормили котика. Международный танцевальный флешмоб организовала севастопольская студия танца «Босиком». Цель акции – объединить города и страны в творчестве. Перестань думать, ты головой просто не стой, танцуй со мной. Можетš сеть одной, ты хватит или artery на ней? Может, подпенджи мы? Может, давай, ведь ты другой? Может, давай, двигайся лами? Может, давай, танцуй со мной? Может, подпенджи вы пойти вместе с нами? Может, давай, ведь ты другой? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уходят на лед, дружат и защищают честь клуба «Черноморец». Давайте вместе сделаем наш город еще добрее. И не важно, что это будет за поступок. Главное, чтобы желание помогать не ограничивалось одним днем, а просто вошло в привычку. Марина Иванова, София Дроговоз, Анатолий Паньков, Юрий Риутин, Денис Александрович, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. В Севастополе снижается уровень заболеваемости коронавирусом. На 25 декабря в городе зарегистрированы 60 новых случаев заражения. 57 человек выписаны после выздоровления. Скончались два человека в возрасте 68 и 70 лет. На утро 25 декабря сделали прививку от коронавируса 271 873 человека. Второй этап вакцинации прошли 256 591 житель региона. На территории Республики Крым зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Выздоровели за сутки 163 человека. Скончались от последствий коронавируса 24 пациента. В Севастополе проходит фестиваль рукоделия и творческих хобби «Хендмейдфест». Вязальщики, керамисты, фелтмейкеры, художники и другие мастера прикладного искусства представили свои работы в Центре гуманитарно-технической информации в библиотеке номер 5. На фестивале работает выставка произведения декоративно-прикладного искусства, а также проводятся мастер-классы по созданию оригинальных поделок. Фестиваль рукоделия и хобби «Хендмейдфест» проходит в Севастополе впервые. Его главная цель – объединение севастопольцев, которые увлекаются творчеством. Свои работы представили как опытные умельцы, так и начинающие мастера. Они вдохновляются искусством, а также обмениваются опытом и секретами создания оригинальных произведений декоративно-прикладного искусства. Нам хотелось собрать в эти два дня этих мастеров, начинающих, которые, может быть, еще стесняются заявить о себе громко, чтобы их подбодрить, вселить уверенность и насладиться, конечно, их работами, чтобы каждый желающий мог прийти в библиотеку, посмотреть, зарядиться этим позитивом и, может быть, даже самому увлечься и продолжить начатое мастерами дело. На фестивале представлены разные творческие направления – лепка из керамики, вязание, создание изделий из валенной шерсти и эпоксидной смолы, скраббукинг, столярное и художественное искусство, а также роспись по тканям. Вот эта рубашка, она сделана по группе «Ленкин парк» в честь погибшего солиста. Я очень люблю эту группу, вот, собственно. Вот джинсовка винтажная и покрашенная в стиле тай-дай водолазка. Процесс очень индивидуальный, то есть какая-то футболка может занять два дня, шоппер – один день. Как джинсовку я делаю больше недели. Фелдмейкеры – мастера по созданию изделий из войлока – представили оригинальные шляпы, наряды и игрушки. В преддверии новогодних праздников некоторые мастера принесли свои тематические работы. Вязанные символы будущего года – маленькие тигрята, ароматные расписные пряники, декоративные веночки. «Новогодние саночки, которые я сплела тоже из бумажной лозы, вы можете использовать для подарка. Можете также положить сюда и мандаринки, конфеты, и любой какой-нибудь небольшой подарок, там смартфон поместится. Данный мешочек у меня – это вышивка крестиком. Он вышивается на холщовой ткани. И сюда тоже можно использовать для подарка, который будет приятно получить и увидеть под елочкой». Особое внимание организаторы фестиваля уделяют возможности учиться. Дети и их родители, которые хотят попробовать создать что-то оригинальное своими руками и освоить новые творческие технологии, участвуют в мастер-классах. В первый день проведения фестиваля желающие расписывали тематические пряники – елочки, новогодние домики и снежинки. В будущем фестиваль рукоделия и творческих хобби «Хендмейдфест» хотят сделать традиционным и проводить несколько раз в год накануне праздников. Маргарита Борисенко, Анатолий Паньков, Севнформбюро. Новогодний калейдоскоп и чайные посиделки. В культурно-выставочном центре Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Кинотеатре Украина открылись две экспозиции. Одна из которых расскажет посетителям о зарождении самоварного дела в России чайной и кофейной посуде XIX и начала XX века. Вторая выставка посвящена елочным украшениям и новогодним открыткам. Новый год – это не только любимый праздник для каждого человека, но и ставший уже вековыми традиции. Одна из них – нарядная красавица-елка в доме. Когда-то ее украшали фруктами, живыми искусственными цветами, затем позолоченными шишками, сладостями и орехами. Потом на елках появились игрушки. В СССР расцвет искусства елочной игрушки пришелся на период с 30-х годов до середины 60-х. Тогда украшения делали из ваты, картона, папье-маше и стекла. Так появились всевозможные птицы, животные, клоуны и домики. В экспозиции представлено порядка 200 игрушек, среди которых есть и редкие, еще довоенные экземпляры. В первой витрине нашей выставки имеется, например, игрушка, которую выполнили воспитанники детского сада севастопольского, еще до Великой Отечественной войны. Это было развивающее занятие и преподатковка к Новому году. Дети делали грибки из ваты, папье-маше и пропитывали их смесью клея и слюды и раскрашивали. Эту игрушку предоставили нам сторожилы Севастополя. Еще одна игрушка из такой же серии – хоккеист. Их начали выпускать после того, как сборная СССР начала принимать участие в олимпийских турнирах и чемпионатах мира. Тогда же появились елочные украшения, пропагандирующие дружбу народов Советского Союза. А вот в преддверии 150-летнего юбилея Александра Пушкина начали выпускать фигурки, изображающие героев сказок – о золотой рыбке, о царе Салтане, о золотом петушке. Эти серии продолжают издаваться и по сей день. Ведь каждый коллекционер мечтает иметь полный комплект фигурок каждой сказки. Еще у нас есть, например, фигурки к сказке Джани Радари «Приключения Чиполина». Это произведение было впервые полностью опубликовано на русском языке в 1955 году. Появились мультипликационные, театральные и киноверсии. Изготовители игрушек тут же откликнулись на это событие. В Советском Союзе елочная игрушка отражала жизнь страны. Появились и изделия агитационного характера – шары со звездой, серпом и молотом. Во времена правления Никиты Хрущевой изготавливали игрушки в виде фруктов, овощей и ягод. Они демонстрировали сельскохозяйственные успехи страны. Большой популярностью пользовалась кукуруза. Елки бывают разных размеров, потому и игрушки выпускались разных размеров, в том числе и наборы мини-игрушек. Один из таких представлен на нашей выставке. Это все те же самые игрушки, только очень маленькие. Там есть и снегурочка, и Дед Мороз, и те же овощи-фрукты, и парашютики, и фонарики, снежинки, сосульки. После просмотра елочных игрушек гостей приглашают посетить выставку «Чайные посиделки». В экспозиции представлены самовары, чайная посуда 19-го – начала 20-го века из фондов музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. В середине 18-го века в русский быт вошли новые напитки – чай и кофе. В связи с этим появляются и новые сосуды, новая посуда – это чайники, кофейники и, конечно, самовары. Самоварное дело развивалось на базе производства медной посуды, которая выпускалась на Урале и в Москве. Но уже к середине 19-го века центрами производства самоваров стала Тула, как ее называли «Самоварная столица». В разные годы в Туле работали от 50 до 80 самоварных фабрик и мастерских. На выставке представлено порядка 60 предметов, сопутствующих чаепитию – ложки, сахарницы, подстаканники, подносы, щипцы для сахара и даже специальная щетка для уборки крошек со стола. Интересно, что производилась чайная посуда в основном на польских фабриках. Это известные фабрики Фраже, Норблина, Левкевича, братьев Бух. Выпускалась посуда из сплава меди и никеля. Этот материал назывался неизельбер. И затем посуда серебрилась методом гальваническим. Посмотреть на самоварную чайную посуду 19-го – начала 20-го века можно будет до 25-го февраля в кинотеатре Украина. Экспозиция елочных игрушек новогодника «Лейдоскоп» продлится до 23-го января. Яна Тринюк, Юрий Реутин, Севинформбюро. Художественная выставка как способ отметить сразу два праздника. Художник и по совместительству координатор общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» в Севастополе Василий Федорин представил свою коллекцию портретов, чеканки и резьбы. Посвятил свою выставку он не только новогодним праздником. Таким образом, автор решил отметить свой 75-летний юбилей. В маленьком, но по-своему уютном помещении офиса «Бессмертного полка» 25-го декабря царила особая атмосфера праздника. Здесь все свои – художники, руководители творческих коллективов и поэты. Все они так или иначе внесли свой вклад в творческую жизнь Василия Сергеевича Федорина. Он по-настоящему любит наш город и его жителей. Выражает свои чувства не только в общественной деятельности, но и на холсте. Я большой поклонник Шилова. Я был неоднократно в его галерее. Я имею его альбомы. Мне он нравится как мастер. И попробовал, я понял, что у меня что-то получается, поэтому я переключился на портрет. Кстати, отметить нужно, что пейзажа у нас много, портретов мало. Не все художники выбирают этот жанр. Ну, мне почему-то тяготеет именно к этому. За кисть впервые Василий Сергеевич взялся еще в школьные годы. Вдохновение черпает как из окружающей его природы, так и из образов близких ему по духу людей. Есть категория людей, облик которых навеевает на то, что нужно попробовать их изобразить. Вот это меня и вдохновляет. Очень красивые женщины у нас. И много художников профессиональных разных времен, эпох, они приходили к тому, что на своих полотнах изображают именно женщин. Но мало просто перенести образ человека на холст. Тело без души не имеет того очарования, что ему присуще в жизни. Потому особое внимание Василий Федорин уделяет деталям, передающим характер и личность изображенного. Лица – это глаза прежде всего. Ну, потому что в них глубина, в них можно много чего прочесть. Вот, и если вы вот обращали внимание на женщин, то понимаете, что очень разные глаза женщин. И они даже иногда о чем-то повествуют, именно глаза. Работа Василия Федорина по достоинству оценили пришедшие гости. Они с благодарностью отметили его вклад в сохранение истории и культурное развитие нашего города. Я очень искренне хочу от всего нашего коллектива поздравить его с юбилеем, с персональной выставкой. Человек творческий. Мы видим, какие замечательные, какие красивые картины, какие портреты, пейзажи. В них вложена его душа. И, конечно, если человек талантлив, то он талантлив во многом. И мы в будущем хотели бы, конечно, продолжать эти творческие контакты, развивать во благо нашего любимого города Севастополя. Сегодня я поняла, что я его не знаю вообще. Я потрясена этим обилием его работ, причем разноплавностью этих работ. Мне, безусловно, хочется пожелать ему еще больше успехов. Хочется, чтобы город наш поддержал эту организацию замечательную, неутомимых ее служителей. К юбилею художника Людмила Гусельникова написала стихотворение «Талант». Талант создает удивительный круг общения людей между собой. Талант – это самый счастливый недуг, способный вести за собою в мир счастья, в мир света, любви и добра. Поправьте меня, если я не права. Спасибо вам, дорогой юбилея. Кирилл Попов, Юрий Риутин, Севенформбюро. Лучшие пловцы Севастополя сражались за первое место в городском чемпионате, который проводится в память о нашей знаменитой землячке – олимпийской чемпионке Галины Прозуменчиковой. Вода в бассейне специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер один, можно сказать, кипела. За дипломы и медали боролись 150 юношей и девушек. В субботу 25 декабря спортсмены встретились в решающей схватке. Дополнительная мотивация для юных атлетов – возможность попасть в сборную города и представить Севастополь на приближающемся первенстве Южного федерального округа. 150 юных севастопольских пловцов соревновались во всех традиционных дисциплинах – брас, бутерфляй, кроль и на спине. Пятый вид – комплексный. На дистанции нужно поочередно проплыть всеми четырьмя стилями. Самые тяжелые – бутерфляй и спина. Принимает участие сильнейшие пловцы города Севастополя. Чемпионат посвящен. Первый – это турнир города Севастополя. На призы прозуменщиковые, соответственно, разыгрываются все самые лучшие дистанции. И просто турнир города Севастополя второй. Это возрастной категория 2006 и старше. По словам тренера, на чемпионате результаты спортсмены показывают отличные. Многие спортсмены в конце года подошли к лучшей форме, улучшили свой изначальный результат и подошли на пике формы. У севастопольских пловцов богатый опыт выступлений на крымских и всероссийских состязаниях. Вместе с тренерами ребята анализируют каждое свое выступление. Полученный опыт они будут использовать и на последующих соревнованиях. Дарья Юхновская, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. И просто хорошие новости в субботу. Чудо света в новогодних огнях. В Краснодарском парке Галецкого зажгли праздничную иллюминацию. Сотни огоньков озарили дорожки и здания зеленого комплекса. Захватывающие кадры засняли с высоты птичьего полета. Световые инсталляции, сказочные птицы и новогодняя атрибутика. Все это создает атмосферу грядущего торжества. Яркими цветами заиграли центральный водоем, туристические тропки и фонтан-водопад. Кроме того, на территории парка вновь установили электрический шалфей. Тысячи фиолетовых лампочек будут создавать праздничное настроение на протяжении всего зимнего сезона. И в завершение выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря, воскресенье, облачно с прояснениями, ночью и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 9-11 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 11 детей, 5 мальчиков и 6 девочек. На сегодня это все. Телефон редакции городской 59060, а также мобильный плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok